Пустыня, пустыня, пустыня. Это пустыня Гобби. Сегодня утром выехали из Урумчи и через двое суток будем в Хухото. Двое суток и, я так понимаю, половина этого времени будем ехать по пустыне. Пустыня Гобби. Многие уже не могут сидеть, стоят. Кимарой замучил. Пять часов за окном пейзаж практически не меняется. Барханы чуть поменьше, чуть побольше. Иногда вообще ровная поверхность. Но все пустынно. Очень унылый пейзаж уводит в тоску. Пустыня началась, когда солнце только всходило. А уже закат. И пустыня не собирается заканчиваться. Родина. Еду я на родину. Пусть кричат уродина. А она нам нравится. Спящая красавица. Ешкварный бабай. Что ж так холодно-то в этом хухо-хото. Приветствую любителей перекусить под видео о еде. На юге Китая все эти тортики, но по нашим российским представлениям, невкусные. Интересно, как тот на севере. Но я же не могу себе купить. Хотя нет, на самом-то деле, почему не могу? Могу. Могу. Другое дело, хочу ли. Пахнет. Я не знаю, как пахнет. Я не чувствую запаха вообще. Но выглядит вот это. Вот эти вот пироженки, например, очень красиво выглядят. О, я пришел с камерой и сразу давай убираться. И смотрите, как интересно. Мне кажется, вот это сыр. За 14 юаней вот эту будет штуку я купил. Но не сейчас. Я хочу чего-нибудь нормального перекусить. Сколько орехов. Ну, как-нибудь в другой раз. Ну вот, я на улице с едой. И улица начинается... Вот туда она продолжается, но начинается она с туалета. Извините, я не могу его не показать. Ну, для начала надписи оккупирован. Свободный. Давайте... А почему он вышел, а все еще окупай... Пайд написано. Дело в том, что там датчик же есть. Он, наверное, какое-то время работает. И смотрите, смотрите. Где свет? Абана, все сломалось. Для того, чтобы не было видно ничего неприличного, тут пеной все это заливается. Блин, я хотел прорекламировать супер-современный туалет с... А он сломался. Ну, ладно. Капец. Ну, бывает такое. И очень часто такое даже интереснее, чем если бы все нормально работало. Людям нравится трошак. Людям нравится трошак. Вам же нравится трошак. Я уверен в этом. Всем холодно. И только мне, но и местным тоже. Посмотрите, как они утепляются на велосипедах. Ну, в таких шапках, как я, мало кто ходит. Первая кричалка – это куры. Просто куры. Я думал, что-то необычное. Мягкие. Такое ощущение, что это у него не мотоцикл, а постель. Столько мягких, мягкой одежды. Ну, сильно, сильно, очень сильно обветривает руки. Если посмотрите, у меня... Нет, скорее всего, вам не видно. Ну, прям такое ощущение, что состарились руки лет до 20. И вот, наконец-то, мы с вами подошли к магазинчикам, ресторанчикам, кафешкам и разным забегаловкам, где можно что-нибудь интересное увидеть. О, опять куртка моя любимая. Зеленая, китайская, Шанель. Или не знаю, как она правильно называется. И отсюда, вот с этого места, прям, даже сейчас я чувствую запахи мяса. О, смотрите, как нарезает. Они не вручную мясо строгают. Они вот так вот автоматом это делают. Нихао. Чик-чик-чик-чик. Говорит, заходи, смотри. Это прикольно. А я думал, они ножичком вот так вот пилят. Нет. И вот такие вот достаточно высокотехнологичные заведения. Рядышком с ними находятся вот такие попроще, где просто лук продают, яйца, масло. Улица из той, ну, в смысле, из этой стороны, по которой мы с вами идем. И с другой, это все-все-все-все еда. Так или иначе связано с едой. Но вот это, думаю, будет страшно вам выглядеть. Я не буду, или подойти, не показывать. Он так заинтересовался. Ну, давайте я приближу просто. Это головы козлят. И лапки козлячьи. Ну, хотя рукой махнул, значит, не обиделся, не расстроился, что я его снял, показал. Некоторые, ну, не то чтобы агрессивно, но не очень позитивно реагируют на съемку. Так, это мы с вами видели, по-моему, даже в видеоролике было. Я не мог понять, это плов или что такое. Колбасы. Да, вот сюда давайте. Это обязательно для посещения места. Не конкретно, вот этот магазинчик их тут много. Но колбасный мясной вот такой вот отдел. Нихао. Смотрите, ну, кишки вас, скорее всего, не интересуют. Языки супер. Вот это вот мясо, я сейчас подавлюсь. Здесь еще один магазинчик с мясом, но мне кажется, это больше такой туристический. Но все-таки я зайду, здесь я не был. Ну, выглядит все неплохо. Сыр косичка, что ли? Серьезно? Я думал их... Нет, я думаю, это тофу. Тофу. Какой сыр косичка, что я несу? Яйца, лапки, желудочки. Не знаю, наверное, вкусно пахнет. Вот такая сосисочка обошлась в 2 юаня. Захарилось попробовать. Я даже говорить ничего не буду. Вот курочка красиво выглядит. Неплохо, неплохо. Ну, я хочу увидеть картинку на стене, чтобы прям захотелось зайти и покушать. Пока ничего такого не увидел. Вот здесь много людей. Думаю, что-то вкусное дают. А, семечки жарят. Вот что это тут такое. Семечки. Жарят и семечки варят. Мне кажется, в этой шапочке надо идти в это заведение. Такой... Я не знаю, как называется этот стиль. Вообще, это пивнушка. Разливное пиво, вот реклама. Еще одна пивнушка. Прикиньте, это мы все с вами идем по одной единственной улице. Вот это все светящееся, переливающееся. Это все еда, еда, еда. Или так или иначе связано с едой. Хожу, поглядываю на иероглифы. И иногда замечаю, ну, либо знакомые, либо похожие на те, которые я знаю. Например, я знаю, как выглядит питье, пиво и магазин. Пивной магазин, ну, то есть, если вместе два этих иероглифа соединить, это будет отель. Но, если вначале добавить еще один иероглиф сигареты, то это будет сигарно-алкогольный магазин. Для меня это вообще, ну, то есть, взрыв мозга. Я такое никогда в жизни не осилю. Вот, из пяти иероглифов знают целых два. Корова и мясо. Но не факт, что рядом стоящие, они будут означать, что это мясо коровы. Возможно, это полет в космос. Или еще что-то. Хочу. Вот, вот, прям вот это хочу. Инглиш говорит. Не инглиш, рашен. Росе. Заказал вот это. И вот это сало мне захотелось. Первое блюдо выглядит просто великолепно. Вы, на самом деле, думаете, что все это я съем? Просто очень многие зрители пишут, что ну ты жрать. Нет, я с собой заберу в отель табао или как-то дабао, табао. Ну, в общем, меня понимают чаще всего, когда я говорю, что с собой хочу это взять. Капуста и сало. Да, к сожалению, сегодня в кадре моя рожа не очень аппетитно выглядит. Правильно сказать, даже отвратительно. Ай, перчиком так пахнет. Прикиньте, аж мой забитый нос пробела. Вообще великолепно. Когда я вижу вот это вот сало, оно... А, подождите, тут без капусты, да? Это без капусты, да. Но все равно, какое-то там два раза переваренное, бла-бла-бла. Оно такое офигенное. Вот именно на юге Китая вот такое сало, мое любимое, наверное, мясное блюдо. По вкусу не такое. Может, за соседним столиком водку глотнул китайскую вонючую. И я когда просто это увидел, у меня это позыв рвотный, вообще не такое мясо. Я не буду говорить, что это разочарование. Это новый опыт. Вот это блюдо очень вкусное. Сало тоже вкусное. Но просто не такое, как я ожидал. Довольный. Как мало человеку надо. Просто вкусно поесть. Думаю, не ошибся с выбором заведения. И еще у меня еды на двое суток. Все, возвращаюсь в отель. Монтировать этот видеоролик. И отдыхать. Надеюсь, вам тоже было вкусно. О, хурма. Слушайте, хурма. Замороженная хурма. Впервые хурму я именно примерно в таком виде познал в конце 80-х. А это боярышник. Боярышник вот такими вот пластами. Увидимся в следующих видеороликах. Не забывайте поддерживать хотя бы лайками. Но если есть желание поддержать физически, то ссылка на донат есть в описании. Пока.